Недавно детский омбудсмен Динара Закиева призвала привлечь местные исполнительные органы и, что очень важно, самих Акимов к ответственности за то, что они не следят за доверенной им инфраструктурой. За две последние недели погибли уже двое детей. Сначала в люк упал ребенок восьми лет из Казалардинской области. Его не смогли спасти. А совсем на днях тело пропавшего четырехлетнего мальчика из Туркестанской области нашли в септике. В обоих случаях люки, по словам Закиевой, принадлежали Акимата. И идем дальше. Полицейские по всему Казахстану начали массовые рейды по притонам, саунам и массажным салонам, где, по их сведениям, предоставляют услуги интимного характера. Как отчитывается МВД, за один только день они выявили более 70 помещений, в которых занимались проституции. А виновных, то есть тех, кто эти помещения предоставляет, уже привлекли к административной ответственности. По закону они должны будут заплатить штраф в размере от 345 тысяч до 3,5 миллионов тенге. В ходе рейдов полиция также обнаружила факты сводничества, краж денег работниками секс-индустрии. Еще полиция нашла женщину, которую в течение 18 лет считали без вести пропавшей. Рейды по заявлению МВД продолжатся. Интересно, что на проституток в последнее время ополчились не только у нас. Глава ГКНБ соседнего Кыргызстана и вовсе пару дней назад распорядился закрыть все притоны в стране. И дал местным властям на это нелегкое дело всего 15 часов. По его плану, уже с 1 декабря в Кыргызстане не должно быть ни одного борделя. Не то все лишатся своих должностей. Пригрозил он мэром, губернатором областей и начальником районных и городских отделов полиции. Ну и в продолжении темы. На днях в социальной сети кто-то слил список клиентов в ВИП-сутенершей и блогера Айки. Напомню, что в начале лета эту 25-летнюю официально безработную девушку задержали и обвинили в создании сети эскортниц. Оказалось, что она не первый год налаживала контакты между богатыми клиентами и молодыми красотками. За час в компании элитной куртизанки мужчины выкладывали от 500 тысяч тенге. Правда, 40% Айка якобы забирала себе. Да и попадали в ее чат не из-за красивой глазки. Это тоже якобы стоило около 300 долларов. Ну а теперь не только вся схема, но и записная книжка элитной сутенерши стала достоянием общественности. И на имена ее клиентов теперь может посмотреть буквально каждый. Самый известный среди них – певец Хайрат Нуртас. Но помимо него там фигурируют более полутора сотни самых разных предпринимателей и менеджеров. По факту распространения персональных данных начато расследованием. Но вот в чем вопрос. Очевидно, все эти мужчины при деньгах и при должности. Некоторые очень даже успешны. Неужели у них нет другого выбора, кроме как обращаться к работницам коммерческого секса? Что заставляет всех этих мужчин выкладывать огромные деньги? Месячные заработные платы некоторых казахстанцев за один час с элитной проституткой. Кому нужно было слить этот список? И что это вообще за феномен ВИП-проституция? Об этом мы сейчас поговорим со специалистом по коммуникациям. Идем дальше. У нас небольшие технические помехи. К этой теме, я думаю, мы вернемся чуть позже. Ну а теперь о приятных новостях. В ходе проверки работы авиакомпании... Так, еще раз прошу прощения. Следующая новость из приятных. Летать на самолетах Air Astana станет дешевле. Но это произошло не потому, что национальный перевозчик добровольно пошел на это. А по сути вынужденно. В ходе проверки работы авиакомпании, агентством по защите и развитию конкуренции и прокуратурой выяснилось, что монополист необоснованно добавлял в стоимость билета и расходы на топливо. В итоге цена за билет завышалась с 3,5 тысяч тенге до 6,5 тысяч. Топливный сбор Air Astana плюсовала в стоимость билета всем пассажирам, которые покупали билеты либо в день вылета, либо в ближайшие дни. Так вот, из-за этого суд оштрафовал национального перевозчика на 876 миллионов тенге за злоупотребление. К тому же авиакомпания заключила соглашение с антимонопольным ведомством на сдерживание цен на монопольные или доминирующие маршруты. Таким образом, 6 декабря мы, пассажиры, можно сказать, почувствуем некое снижение цен на авиабилеты. Например, средняя цена на билет Astana-Almaty составит 24 435 тенге вместо 28 430 тенге. Блин, прошу прощения, немножечко запуталась в цифрах. В общем, минус 4 тысячи. По маршруту Алматы-Актау средний чек на билет составит 31 тысячу тенге вместо 30 с половиной тысяч. Ну и еще одна хорошая новость. В рамках соглашения Air Astana не должна повышать цены на билеты по внутренним рейсам до конца следующего года. Так, а мы возвращаемся к нашей теме о списке сутенерши Айки. На связь с нами вышел специалист по коммуникациям Нуркен Халыкберген. Нуркен, здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Как вы считаете, что за список слили в социальные сети? Это полная клиентская база Айки или его все-таки почистили? Ну, исходя из разговоров, которые активно муссируются в различного рода мужских чатах, есть несколько версий, что одна из них по распространяемым слухам, якобы сотрудники правоохранительных органов обзванивали различного рода участников якобы этого чата и за многомиллионные суммы предлагали исключить их из списка. На мой взгляд, поскольку я не только эксперт в области коммуникации, в области пиар, но в том числе и по образованию юрист, появление такого списка, оно, во-первых, компрометирует органы внутренних дел в первую очередь. Почему? Потому что это свидетельствует о том, что материалы оперативного и уголовного дела могут спокойно распространяться и, соответственно, наводить определенную тень и наносить ущерб урону репутации людям, указанных в них. Потому что за достоверность этого списка никто не ручается. И насколько этот список точен, насколько он действительно существовал в природе, и существовал ли вообще, и были ли там, соответственно, те фамилии, имена и фотографии, которые сейчас распространяются. На мой взгляд, всему этому верить, вот прямо так голословно, это большой-большой вопрос. Ну, такой один из, наверное, интересующих всех вопросов. Кому такой слив мог быть нужным? Ну, знаете, не сторонник теории заговора, но вариаций может быть достаточно большое количество. Первое — это бросить тень на тех людей, которые так или иначе могли быть включены специально или случайно, или действительно оказались в этом списке. И, скажем так, это наносит определённый ущерб не только и в первую очередь даже не карьерному вопросу, а семейному, то есть семейному комфорту, поскольку бремя доказывания о том, что ты не верблюд, теперь возлагается на плечи как раз-таки тех людей, кто в этом списке указан. Больше всего, мне кажется, пострадают в данном случае те люди, которые указаны как якобы оказывавших сексуальные услуги за деньги. Почему? Потому что доказательств того, что эти люди действительно оказывали услуги или входили в этот список, у нас ни у кого нет. И в данном случае мы, по сути, распространяя этот список, активно его обсуждая, муссируя, так или иначе пропагандируем и, получается, усиливаем ту травлю, ту буллинг в отношении этих людей, которая, на мой взгляд, уже началась. И я больше чем уверен, что девочкам, которые фигурируют в этом списке, сейчас приходится очень несладко. Потому что, ещё раз повторюсь, доказательств того, что эти услуги оказывались и насколько этот список правдив, он вызывает большое-большое сомнение. Кроме того, это может быть просто, начиная от низменных вещей, чьи-то обиды, месть, желание кому-то просто насолить, вплоть до далеко идущих планов, кого-то подвинуть по карьерной лестнице, кому-то просто закрыть дорогу в какие-то определённые круги и так далее. Поэтому, ещё раз говорю, теория заговоров — это вещь такая, благодатно, у нас её очень любят и находят, скажем так, скрытые мотивы там, где обычно, как говорится, не ищи тайные ложи там, где налицо явная лажа. — А зачем, на Ваш взгляд, успешные мужчины вроде Кайрата Нуртаса, если, конечно, это правда, мы этого не утверждаем, а другие певцы, предприниматели и менеджеры обращаются к работницам коммерческого секса? — Ну, вопрос, зачем, если он прямой, то явно, наверное, за сексуальными услугами. Насколько это правда, на мой взгляд, опять же, я вот буду много раз, наверное, это повторять, никто до сих пор нам не доказал правдивость или ложность этого списка. Поэтому люди взрослые, и нужно понимать, что если в европейских странах оказание секс-услуг — это давным-давно, скажем так, легализованные виды бизнеса со всеми вытекающими обязательными проверками по, скажем так, здоровью, по соплатой налогов, всех полагающих платежей, то в нашей стране эта статья всё равно ещё такая криминализированная и очень часто является определённым поводом для распространения как негатива, в том числе попытки шантажирования и так далее. Поэтому вопрос, обращались ли они за этими услугами, — это большой-большой вопрос. А зачем? Ну, на мой взгляд, тут вопрос как бы не стоит. — Странно, что там, в этом списке, не так много чиновников. Как вы считаете? — Ну, мне сложно судить, честно скажу, потому что говорить, кто чаще пользуется услугами проституток, кто меньше пользуется услугами проституток, достаточно сложно. Статистических наблюдений за этим нет. Но если, опять же, возвращаться к теории заговоров, можно предположить, что, возможно, действительно кто-то обратился к фигурантам этого списка, предложил за определённые деньги исключить их фамилии и их данные, и, возможно, эти деньги были выплачены. Тут вопрос к правоохранительным органам, смогут ли они проверить счета всех тех сотрудников, кто является членами оперативно-следственной группы, посмотреть, не изменилось ли их финансовое состояние или финансовое состояние их родных и близких, увидеть, не было ли каких-либо цифровых следов. В наше время достаточно просто посмотреть процессинговые центры банков, не было ли переводов, ну, соответственно, звонков, обращений. Ну и дальше, я думаю, достаточно несложно сделать логические выводы. Насколько это, ещё раз, правдиво или неправдиво, это тут остаётся только гадать. А как много вообще успешных мужчин в Казахстане сегодня пользуются услугами эскортниц? Это уже становится нормой при забитом графике и повышенном либидо. Как вы считаете? Честное слово, я даже не могу предположить, поскольку вопрос, наверное, скажем так, больше из этики. Для меня, ещё раз, я, скажем так, не могу предполагать, поскольку такого рода исследований или наблюдений их нет. Очень часто высказывались, скажем так, догадки различного рода, приводились европейские сайты, на которых сливались базы девушек, оказывающих услуги эскорта из СНГ, в том числе из Республики Казахстан. Очень много высказывалось предположений, что этими услугами пользуются и казахстанские бизнесмены. Но ещё раз, как бы, пользоваться или не пользоваться, и как часто они это делают, на мой взгляд, это, во-первых, дело самого человека, это раз, а во-вторых, прибегать к платным услугам и, скажем так, нанимать эскортниц в Казахстане или за рубежом, это, ещё раз повторюсь, наверное, вопрос исключительно этики самого человека. На мой взгляд, такие вещи не должны быть предметом какого-то всеобщего обсуждения, а, скорее всего, это вопрос всё-таки морали и воспитания человека. Спасибо, Нуркен, что вышли с нами на прямую связь. Пожалуйста. Благодарим за ответы. А я напомню, что на связи с нами был Нуркен Халатберген, специалист по коммуникации. А мы продолжаем выпуск и возвращаемся к другим темам. Алматинский стрелок Руслан Куликбаев, семь лет назад поднявший на уши весь Алматы и убивший 10 человек, решил прервать молчание. Заключённый самой строгой колонией в Казахстане «Чёрный Беркут» рассказал журналистам о своём злодеянии и расплакался на камеру. Куликбаев в интервью с журналистом КТК сказал, что тогда он заблуждался. В его мыслях на момент преступления были убийства, поджоги и захват заложников. По словам Куликбаева, якобы в тот момент он не понимал, что делал, и это результат неправильных учений. Осознание о совершённом тяжёлом грехе пришло позже. Убийца, расстрелявший 10 человек, семь лет назад на улицах Алматы обратился к родным своих жертв и попросил прощения. При этом Куликбаев не смог сдержать эмоции и расплакался на камеру. Куликбаев не смог сдержать эмоции. Руслан Куликбаев по факту многочисленных убийств был приговорён к смертной казни. Но ввиду того, что в Казахстане наложен мораторий, ему поменяли наказание на пожизненное заключение. Напомню, Руслан Куликбаев напал на алматинских полицейских в июле 2016 года. Тогда он совершил нападение на районный отдел полиции и завладел оружием постового. С автоматом в руках, свободно разгуливая по улицам города, преступник расстреливал сотрудников правоохранительных органов. Итог – 10 убитых, 7 раненых. Спустя полтора часа после первого нападения Куликбаева задержали. В перестрелке ранение получил и сам нападавший. Нурсултан Назарбаев на тот момент президент страны назвал это террористическим актом. Но сейчас ещё об одном трагическом событии, только которое произошло совсем недавно. Арендатора алматинского хостела, при пожаре, в котором погибли 13 человек, задержали и посадили в изолятор временного содержания. Расследование трагедии находится на личном контроле генерального прокурора. В надзорном органе отчитали, что в рамках расследования будет дана оценка действиям всех лиц, причастных к функционированию хостела. Стоит отметить, что после пожара Акимат города сразу заявил, что разрешения на работу хостела не давал, и он функционировал незаконно. Хостел занимал два этажа в трёхэтажном доме – первый этаж и подвал. Но в помещении, по данным городской администрации, должен быть находиться магазин. Пожар произошёл рано утром 30 ноября. Как рассказывали постояльцы хостела, из-за сильного задымления было трудно выбраться из помещения. К тому же, с их слов, запасной выход на цокольном этаже был закрыт. При этом даже не все окна на первом этаже открывались. После трагедии депутат городского масляхата Алматы Алтынай Кубеева выступила за исключение в моратории на проверку малого и среднего бизнеса. В частности, депутат считает, что нужно отменить запрет на проверки объектов, связанных с жизнедеятельностью людей, то есть места, где проживают люди и детские сады. Тут надо отметить, что мораторий на проверку МСБ действует до конца этого года. В тот же день после пожара спасатели заявили, что в огне погибло 13 человек. В сети распространили список с именами погибших. Правда, один из тех, кто оказался в этом списке, это житель Туркестанской области, оказался жив. Это 20-летний Рамазан Амирали. Как сообщают наши коллеги, за несколько дней до трагедии он вернулся домой в Сарагашский район по просьбе родителей. Он вместе с ними должен был отправиться на обследование в Ташкент. Сейчас парень вместе с родителями находится у себя дома. Так что непонятно, в итоге погибших 13 или 12. В Алматинской полиции нам ответили, что дело на контроле спецпрокуроров, поэтому о ней ничего не могут сказать. В Генеральной прокуратуре пока не ответили на этот вопрос. Ну и одна из главных новостей сегодняшнего дня. Это слухи о новом инвесторе Арселор Миттл Тимиртау. Как известно, после трагедии на шахте Костенко 28 октября, где погибли 46 горняков, правительство тут же сообщило, что ведет переговоры с владельцем карагандинских шахт, индийским миллиардером Лакшме Миттелом о передаче его казахстанских активов в собственность государства. По планам Кабинета министров, сделка должна была состояться до конца ноября. В ноябре же чиновники из Астаны сообщали о том, что уже нашли местного инвестора, который выкупит активы Миттла. Но сегодня 4 декабря, а имя нового владельца кабинета премьер-министра Алихана Смаилова так и не назвал. Между тем, в телеграм-канале Energy Monitor появилась информация, что по данным их источников, новым инвестором Арселор Миттл Тимиртау станет казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев. Это владелец группы компании Allure и занимается сборкой таких марок автомобилей в Казахстане, как Kia, Chevrolet, Lada и Jack. В сообщении говорится, что Allure Auto, собственно, и будет управлять всеми подразделениями предприятия. Но самое интересное, что Лаврентьев даже не попал в последний список Forbes 50 самых богатых людей Казахстана. Там 50 других бизнесменов, и у самого бедного из этого списка состояние оценивается 87 миллионов долларов. То есть, если ссылаться на этот список, то выходит, что у Андрея Лаврентьева нет и 100 миллионов долларов. Тогда напрашивается вопрос, как он может стать новым инвестором Арселор Миттл Тимиртау. Если по данным нашего же правительства, за три года в шахты нужно вложить 3 миллиарда долларов. При этом больше миллиарда нужно выложить сразу. Есть ли у Лаврентьева деньги на покупку карагандинских шахт? Насколько такие слухи могут быть верными? Эти и другие вопросы мы задали нашему постоянному эксперту, финансовому консультанту Расулу Расмамбетову. Давайте послушаем это интервью вместе. По данным телеграм-канала Energy Monitor, новым инвестором Арселор Миттл Тимиртау станет бизнесмен Андрей Лаврентьев. Как вы считаете, насколько вообще вероятен такой исход? Честно, я не знаю. Во-первых, нет никаких сообщений от Арселора. Раз, что они уходят из Казахстана. Я что-то не видел. Было совместное заявление с правительством, но отдельно для инвесторов Арселор ничего не говорил. Во-вторых, может быть, кто угодно, но я придерживаюсь такой точки зрения, что операционный инвестор, человек, который может управлять этим всем делом, в Казахстане нет такого специалиста. В смысле, команды по управлению. Есть металлурги, но цветная металлургия, там тот же, я не знаю, Касцинк или Казахмыс, это совсем другой тип металлургии. Потому что в столетийной промышленности контракты не год, даже и не два, могут и больше заключаться. Поэтому говорить о том, что сейчас у нас есть готовая команда, то есть там на среднем звене, конечно, те, кто разбирается в литье стали, конечно, таких много. Но крупный инвестор, который сможет зайти, управлять, главное, продавать и сводить, так сказать, концы с концами, это другое. Поэтому я так понимаю, что когда правительство, не советуясь с экспертными кругами, формирует какие-то мысли, говорит, у Аврентьев это может быть, то я думаю, что за этим инвестором должна стоять команда. А есть ли у Андрея Лаврентьева деньги на то, чтобы купить карагандинские шахты у Лакшми Миттелла? Если нет, то откуда он может их взять и насколько он может потянуть такой огромный бизнес? Это не просто бизнес, это очень социальная вещь, потому что миллион триста жителей Карагандинской области прямо или косвенно зависят от Арсиора. Поэтому я так понимаю, что дело будет не в том, кто зайдет, так сказать, оболочкой, а кто будет внутри сидеть инвестора. Говорили, что это будет Северсталь. Российская компания. Такое уже давно говорится, задолго до аварии говорилось. Я, не соврать, с весны слышу эти слухи. Как бы даже не с прошлого года. Поэтому посмотрим, если эти люди зайдут, то кто будет ставить. Проблемы в чем? Основываясь чисто не на сообщениях в СМИ, а на инсайдерских каких-то источниках, Арсиор не довел до конца модернизацию производства. Там требуются значительные инвестиции. И не только в саму литье стали, но и в шахту, в угольные шахты и так далее. Поэтому говорить о том, что будут ли у Северстали точно такие деньги есть? Будут ли это санкционные риски? Не знаю. У Лаврентьева точно таких денег нет. Как вы считаете, если информация в итоге подтвердится, и Лаврентьев станет новым владельцем Арселора, то почему именно он, другие бизнесмены, могли отказаться? Или он просто удобен для наших властей? Я так понимаю, сейчас это все в попыхах решается. Я думаю, что нет готового какого-то решения сразу. Мы сейчас говорим Лаврентьев-Лаврентьев, а потом переиграет, и другой игрок зайдет. Потом вопрос, конечно, есть. Так и не озвучили проверки, результаты проверок за последние годы Арселора. Кто виноват в том, что техника безопасности если не соблюдалась, то почему не соблюдалась? Поэтому вот недавно страну сколыхнул гибель 13 человек, которые угорели в хостеле в Алмата. В общем-то, сейчас можно ожидать проверок хостелов, насколько бы это было разрешение. Сейчас все говорят, давайте накажем ЧАЭС, потому что они не следили и так далее. Это прямо идентичная ситуация с Арселором. Но владельца хостела задержали вообще-то, водворили и ВВС. У Арселора такой случай не в первый раз, и никого не задержали, никто не понес наказание за это. Максимум штрафы. Вот возникает вопрос. Я не думаю, конечно, что Арселор теперь, если он по доброй воле выйдет из актива, что он будет судиться с Казахстаном. Но тогда какова сумма компенсации, откуда возьмут деньги? Казахстан стоит на пороге крупнейших, я думаю, в своей истории инфраструктурных инвестиций, уставших вот этих ТЭЦ во всех регионах. Воду инвестировать будет. Это не миллиард и не два. Это не считая 5 миллиардов в комфортную школу и так далее, и так далее. Мы стоим на пороге очень больших вложений. А когда такие вложения идут, я ожидаю жесткого контроля. Но я не вижу, что был жесткий контроль налажен даже на Арселоре, объекте повышенной опасности. Как, в общем-то, и для людей, так и в целом экологии для региона. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»